Уже достаточно давно было понятно, что основная борьба на рынке смартфона строения перейдет из премиального сегмента в средний. И Honor 8 тому явный пример. Люди, которые покупают самые навороченные трубки, денег не считают. А вот тот, кто покупает смартфон среднего класса, очень внимательно изучает все возможные варианты. Ну а что, ведь стоимость каждого мегапикселя и гигабайта на счету. Honor 8 очень неплохо смотрится. Имеет сканер отпечатка пальцев, USB-C и даже новомодную двойную камеру, как у того же Huawei P9 и емкий аккумулятор. Вообще я не вижу много смысла в следующем, что я произнесу, но меня засудят хомяки, которые наяривают на циферке, поэтому специально для вас. Технические характеристики Honor 8. Сети GSM, WCDMI и полностью поддержка LTE на территории России. Платформа Android 6.0, Marshmallow, прошивка Emotion UI 4.1. Дисплей 5,2 дюймов, Full HD, стекло 2,5D Gorilla Glass 3, 423 точки на дюйм. Два сенсора Sony IMX 286 с разрешением 12 Мп, RGB и монохромный. Размер пикселя 1,25 мкм. Лазерный автофокус, двойная светодиодная вспышка, светосила F2.2. Шестилинзовая оптика, запись видео Full HD. Фронтальная камера 8 Мп, f2.4. Процессор восьмиядерный до 2,3 ГГц, Hi-Silicon Kirin 950. Графический чип Mali-T880 MP4. Оперативной памяти 3 или 4 ГБ, внутренняя память 32 или 64 ГБ. Карты памяти microSD до 128 ГБ. Два слота SIM гибридный, RGPS, GLONASS, Beidou. Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802, 11, ABGN и AC. Канер отпечатка пальцев, USB Type-C, аккумулятор встроенный, 3000 мАч. Быстрая зарядка. Размеры 145 на 71, толщина 7,45 мм. Вес устройства 153 грамма. С бессмысленной частью мы закончили, приступим к интересному. И фронтальная, и задние панели полностью закрыты закругленным 2,5D стеклом. Отчасти благодаря этому смартфон воспринимается куда дороже, компактнее, да и держать его приятнее. Сканер отпечатка пальцев располагается уже традиционно и обычно для Android смартфонов на задней панели и попадает прямо под ваш указательный палец. Удобно будет и правшам, и левшам. Ну и тут Huawei отличилась. Это не просто панель с сенсором, а полноценная кнопка, как у iPhone, например. Сканер очень быстрый и чувствительный. Смартфон мгновенно реагирует и разблокируется от прикосновения нужным пальцем. Кнопка реагирует на короткое, долгое и двойное нажатие. Вы можете настроить ее для запуска любых приложений или пусть даже для системных функций. Хотите сделать скриншот одним нажатием? Пожалуйста. Или вы можете настроить быстрый запуск для абсолютно любого приложения. Рельефная кнопка питания на правой грани без труда находится на ощупь. Ее двойное нажатие активирует приложение камеры, которое по запуску сразу делает снимок. Для парней с Fopoda.ru с кнопками все нормально. Не знаю, что там у вас случилось. У Honor 8 оптимальное соотношение диагонали экрана и разрешение. Разрешение Full HD на 5,2 дюйма дает примерно 423 точки на дюйм. Размер очень комфортный для серфинга в интернете и чтения. Отдельные пиксели не видны на его рожженном глазом. А для обработки такой картинки не требуется запредельно вычислительной мощности. Также он меньше кушает аккумулятор, нежели, например, 2К экран. Для смартфона среднего класса в самый раз. Радует и соотношение площади экрана и лицевой поверхности. Экран занимает 72,5%. Это один из лучших показателей в классе, хотя и не рекордный. Углы обзора максимальны, в солнечную погоду читать информацию вполне комфортно. Сенсор поддерживает 10 одновременных касаний. Также есть режим в перчатках для работы зимой. Очевидно, что Honor 8 стоит точно такая же, что и в Huawei P9 камера. Характеристики совпадают. Качество съемки такое же на высоте, только надписи «лейка» на корпусе нет. Это заставляет усомниться в том, что «лейка» вообще хоть как-то участвовала в разработке камеры для P9. Но тем не менее, мы имеем два модуля Sony AMX 286 с разрешением 12 Мп и диафрагма f2.2. Для камеры заявлен лазерный автофокус, наводится он очень быстро. Фронтальная камера обладает крупным сенсором с 8 Мп, за счет этого снимает очень неплохо. Аппарат построен на базе чипсета Kirin 950 с ми-ядерным процессором с частотой до 2,3 Гц и графическим чипом Mali-T880 MP4, чего достаточно для комфортной повседневной работы в любых ситуациях. В играх смартфон показывает себя весьма достойно. Большинство современных игр он тянет без особых проблем, вплоть до высоких настроек графики. Пожалуй, один из вопросов, который можно задать себе перед покупкой в Huawei Honor 8, А не лучше ли будет взять за эти же деньги какой-нибудь прошлогодний флагман? Нет, не лучше. Прошлогодние флагманы в большинстве своем будут стоить дороже, а по производительности будут уступать новинки Huawei. Касаемо автономности, то можно рассчитывать на стандартный день работы в активном режиме. Если использовать энергосберегающий режим, получится выжать и 2 дня. Разумеется, без игр и другого требовательного софта. Насчет фирменного ПО. Если честно, вся прошивка Emotion UI 4.1 основана на Android 6.0. Это то, что будет использовать только ярый фанат Huawei. Или человек, который вообще не знает, что это можно изменить. Единственное, что роднит интерфейс Huawei Honor 8 с привычным Android на экранные системные кнопки. В остальном же Emotion UI остается очень странным миксом собственных дизайнерских находок Huawei, которые удалось стырзить у других компаний. Пора уже созреть и начать делать что-то близкое к стоковому Android. Хотя бы посмотреть в сторону того же Samsung, Sony и других производителей. Для меня Honor 8 производительный, удобный, красивый, хоть и очень маркий. Фотографирует лучше большинства смартфонов за схожую цену. Если не играть сутками напролет, работает без подзарядки с раннего утра до позднего вечера. Но этот странный фирменный интерфейс, слишком медленно эволюционирующий в сторону здравого смысла в европейском понимании. Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Также пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Там еще видосики есть, которые вы сейчас на экране видите. Будьте добры, посмотрите их, если вам не трудно. Теперь точно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok